В эфире информационная программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Где теперь можно пройти процедуру контроля охотничьего оружия? Рязанская область заняла седьмое место в ЦФО по минимальному уровню просроченной задолженности заработной платы. И о том, к чему приводит хамство за рулем. Рязанская область заняла седьмое место в ЦФО по минимальному уровню просроченной задолженности заработной платы. Среди допустивших задолженностей нет ни одного предприятия бюджетной сферы. В регионе с 2012 года ведется работа по повышению заработной платы сотрудникам бюджетных отраслей. Только в прошлом году расходы на мероприятия, содержащиеся в этих программных документах, составили более 9 миллиардов рублей. В 2015 году среднемесячная зарплата в регионе превысила 25 тысяч. По темпу роста этого показателя оба заняла третье место в ЦФО. Да, у нас есть потери от того, что упала цена на нефть. В пределах полутора триллионов рублей. Кстати, компенсируется ростом не нефтегазовых доходов. Все социальные обязательства государства будут безусловно выполнены. Причем это речь идет не только о сегодняшнем дне. Речь идет об абсолютной перспективе. То есть мы планируем бюджет трехлетка. И никаких вопросов по исполнению социальных обязательств государства. Никаких ни вопросов, ни мысли о том, что можно что-то не исполнить. Вообще не должно волновать. В Рязани вынесен приговор по делу о захвате осужденным заложника. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении молодого человека, который уже отбывает наказание в одной из исправительных колоний Рязанской области. Заранее совершенное преступление. Инцидент произошел 11 июля прошлого года. 22-летний осужденный Вадим Пшенковский, требуя вызвать к себе исполняющего обязанности начальника колонии, захватил в заложники инспектора отдела безопасности колонии, где отбывал свое наказание. Угрожая инспектору заточкой, осужденный добился выполнения своих требований. После прибытия исполняющего обязанности начальника колонии, он освободил инспектора и выдал заточку, которую использовал в качестве оружия при захвате и удержании заложника. Затем Пшенковский попросил у исполняющего обязанности начальника колонии предоставить ему длительное свидание, на что получил согласие. Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя Вадиму Пшенковскому по совокупности приговоров назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. В интернете появилось скандальное видео. На нем один из рязанских водителей подрезает машину на соседней полосе. В результате автомобиль выехал на дорогу встречного движения. О беспредельном хамстве за рулем расскажут сами рязанцы. А вначале покажем видео самого происшествия. Часто вы сталкиваетесь с хамством на дорогах города? Да, частенько бывает. Какой именно хамство? Со стороны пешеходов или таких что-то? Ну вы знаете, пешеходы есть, которые нагло переходят дорогу, даже по пешеходному переходу, несмотря по сторонам. Хотя в правилах дорожного движения они, по идее, должны удостовериться, что их пропускают машины. И вообще со стороны водителей тоже частенько бывает, особенно маршрутное такси, наше любимое, которое лезет всегда, без поворотников, и как бы, несмотря вообще по сторонам. Ну, вежливость все равно больше в любом случае, однозначно. Нет демократии между водителями и пешеходами. Порой, ну, не хамством не назовешь, а просто, ну, как бы, неуважением друг к другу. Хотя можно было бы и автомобиль пропустить. Нет, здесь одни друг другу стоят того. То есть, когда человек за рулем едет, превращается в пешехода, практически один в один получается. То есть, если человек уступает дорогу пешеходам, то он и машину тоже саму уступает. Ну, нарушают правила все постоянно. Заезжают, ну, конечно, переходят в неположенном месте. У нас особенный город. Даже полиция постоянно нарушает. То есть, тут, это норма для нашего города. Да нет, мне кажется, водители у нас вообще замечательно в Рязани ездят. Редко сталкиваемся с хамством на дорогах. Спокойно обращаюсь. С пониманием, спокойно все оцениваю эту ситуацию. Главное, самому в это не попадать. И самому это, как бы, управлять хорошо, поворотники включать. Вот, так бы, если бывает, да, подрезают. Ну, подрезал, ну что, значит, торопится куда-то. Я вежливый водитель, я стараюсь пропускать, наоборот, все это дело. Контрольный отстрел охотничьего оружия производится обязательно раз в пять лет для продления разрешения в подразделениях службы вооружения МВД, ГУВД и УВД или в тех случаях, когда владелец планирует продать ружье или сдать на утилизацию. Жители Рязани и Рязанского района теперь могут пройти эту процедуру по новому адресу. Он где именно знает Оксана Тебенихина. Обязанность владельцев нарезного оружия производить контрольные отстрелы прямо вытекает из Федерального закона об оружии. Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится контрольный отстрел для формирования федеральной полей гильзотеки при продлении срока действия разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение такого оружия после проведения ремонта его основной части, замены или механической обработки бойка ударного механизма, а также при продаже оружия другому лицу. Порядок проведения контрольного отстрела из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом нам объяснили сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы. Контрольный отстрел производится это при продлении разрешения, разрешения, срока действия разрешения при утилизации и при предстоящей продаже оружия. Для проведения контрольного отстрела владельцам оружия необходимо с собой взять это паспорт, разрешение, само оружие и на каждый нарезной ствол три патрона. Патроны должны быть оболоченными, за исключением оружия, которое имеет калибр 5,6 мм. Кстати, для владельцев нарезного огнестрельного оружия, проживающих в Рязани, Рыбновском и Рязанском районах, есть сообщение. С 1 августа место проведения процедуры контрольного отстрела находится по новому адресу. Контрольный отстрел в настоящее время для жителей города Рязани, Рязанского района и Рыбновского района производится на территории отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Рязани. Дни проведения контрольного отстрела – это понедельник-среда с 9.30 до 12.30, с 14.30 до 17.00. По адресу город Рязань, улица Старитель, дом 6. Кабинет номер 93 и номер 415. Уточнить интересующую информацию можно по телефону 29 92 25 и 29 91 33. Еще несколько лет назад центр города полыхал огнем, горели старые деревянные дома. Сегодня, прогуливаясь по главным улицам областного центра, стоит только свернуть во двор и перед глазами открывается ужасающая картина. Заброшенные дома, мимо которых ходить не только страшно, но и опасно. Анна Герцовская выясняла, как уживаются вместе сгоревшие дома с элитными жилыми постройками. Мы находимся на улице Новослободская, около сгоревшего дома номер 11. Там Кремль, там Кремлевский вал, там улица Почтовая. Как говорят археологи, культурно-исторический центр нашего города. Ну что ж, начнем нашу экскурсию. Это здание стоит в таком виде уже не один десяток лет, по словам местных жителей. На его территории мусор – ужасный запах. Сейчас это загородили забором, получается. А когда забора не было, там куча мусора. Там вот вечером идешь, оттуда бегут крысы вот так вот через дорогу. Это на самом деле, просто мы уже много лет здесь живем. И каждый раз это все наблюдается. Всегда в сгоревших домах живут бомжи, крысы, там какие-то, в общем, там такая вонища. Табличка на заборе гласит – здание восстанавливается. По факту никакого прогресса. Местные жители только посмеиваются над вывеской. А приезжие, глядя на дом с удивлением, верят, что он будет восстановлен. Ну если это центр города, мы надеемся, что его восстановят все-таки. Здание старинное, красивое, судя по остаткам. Дальше по этой улице стоят деревянные бараки. На них тоже висят таблички. Это гласит о том, что дом будет расселен до 1 января 2016 года. Но в здании до сих пор живут люди, во дворе играют дети, территория чистая. Дальше по линии бараков стоит сгоревший дом. Напротив Рязанского водоканала, рядом с площадью Соборный. Он не огорожен, рядом с ним паркуются машины, ходят люди. Пройдя дальше, спускаемся к цирку, территорию перед которым и вовсе перевернута. Сейчас там невозможно ходить. А рядом с цирком – красивая аллея хороших таунхаусов. Это место между Кремлевским валом и улицей Ленина. Но совсем рядом полная разруха. И если туристы, приехавшие в Рязань, захотят пройтись по центру нашего старинного города, то они действительно попадут в настоящее средневековье. С одной стороны тут стоят элитные дома, с другой – развалиной. Все бы ничего, но это центр города. В 50 метрах от улицы Свободы и недалеко от улицы Ленина. Это место находится рядом с педуниверситетом. Два этих дома горели уже много раз. В третьем каким-то образом до сих пор живут люди. Рядом у забора часто выпивают разные компании, сидя на этих лестницах. Вообще, мне кажется, это очень странным и удивительным, что такая разруха, можно сказать, в самом центре города у нас находится. Что они разрушены и красивые, привлекательные. А у нас все время, каждый год, пожарящие. Вот каждый раз ночами горело, и все это стоит, и все время прохожу. И у меня тоже такой вопрос. Такие места вроде бы, да? Вот, центр. Неужели это никому не нужно? Потому что там тоже очень много сгоревших домов. И ничего не убирается. Ничего не убирается и вокруг домов. Заглянем во двор. Это место обитаемо. Вот такие вот в здании стоят кровати. Есть окна, утепленные матрасами, стаканчик какого-то напитка. Перед домом есть импровизированный душ, стянущимся к нему шлангом, туалет с ковром вместо стены и огромное количество мусора. А вот этот живописный уголок рядом с разрушенным домом оказался сараем, наполненным мусором. Раньше и в этом сарае жили бомжи. Теперь он зарос растениями. Разумеется, только снаружи. Возможно, и все эти дома порастут мхом, деревьями. На крышах уже появляется трава и кусты. Все идет к тому, что эта территория скоро превратится в очередной культурно-исторический слой быта людей 21 века. И когда она скроется под землей, возможно, тогда на этих местах появятся новые дома или скверы. Тем не менее, внешность родного города с каждым годом меняется в лучшую сторону. И с этим не поспоришь. Так, в этом году главным украшением скверов и площадей стали розы. Вдоль липовых аллей, фонтанов летняя прогулка теперь радует глаз цветом, а нос ароматом. В истории за розой прочно закрепилось высокое звание королевы цветов. Родина и ее величество ученые называют Южную Туркмению и Северный Иран. В пятом веке до нашей эры, в героическую эпоху греко-персидских войн, роза проникла в Малую Азию и Европу. Быстро завоевав человеческие сердца, прекрасная королева воцарилась в садах Старого Света. Один из наиболее распространенных мифопоэтических образов, в пределах многообразного и емкого языка цветов, роза занимает ведущее место. В России роза и лилия попадают очень поздно, в XVII веке. Это связано с первыми Романовыми, Михаилом Федоровичем и Алексеем Романовым, Алексеем Михайловичем. В их эпоху начинают развиваться садово-парковые искусства. И вот самое интересное, что роза и лилия считаются цветком восточным, пришедшим с Востока. Второй год на улицах нашего города можно видеть благоухающую царицу цветов. Розу парковую, представляющую собой оккультуренный шиповник, отличает стойкость, свойственная диким растениям и необыкновенная пышность цветения. В этом году новые посадки розы парковой появились на площади Ленина и у памятника Надежде Чумаковой. На площади Ленина были посажены розы в количестве тысяч штук. Это был у нас 2015 год. Нам очень понравилось. Было очень хорошее отношение жителей города к этому. Садовники любят розу за неприхотливость. Она не требует особенно сложного ухода. Нужна лишь регулярная прополка, полив, утепление куста на зиму и раскручивание весной. Цвести растение начинает в первый же год. Поначалу цветов бывает немного. Со второго года цветение бывает таким обильным, что за лепестками не видно цветов. Горожанам розы парковой полюбилась за красоту и долгое цветение. Цветы и бутоны украшают кусты с июня по октябрь. Иногда высаженные в клумбу цветы нравятся людям настолько, что их уносят с собой. В прошлом году на площади Ленина после посадки тысячи кустов роз у нас были зафиксированы факты кражи кустов. То есть даже на площади Ленина. Но, видимо, в ночное время были те люди, которым, видимо, очень понравились наши цветы, которые выкапывали эти розы. Стоит помнить, что уважение к остальным жителям города и внешнему облику Рязани – дело каждого из нас. Наслаждаться розовыми и алыми бутонами, чтобы максимально расцветить короткое лето, можно не срывая цветов. Город выглядит нарядно. Главное, цветущая до самых морозов роза нравится горожанам. Не исключено, что когда-нибудь Рязань превратится в город роз. Более ста картин кисти Юрия Бучнева выставлены на родине художника в городе Михайлов. На счету мастера не только пейзажи и портреты, но и роспись храма и книга об оккупации и освобождении родного города от фашистских захватчиков. С творчеством художника ознакомилась Марина Комиссарова. В первые месяцы Великой Отечественной войны город Михайлов приобрел в планах немецкого командования значение важного стратегического пункта. Войска фашистской армии и Центр должны были овладеть им и прорваться через Каширов к Москве. Немецко-фашистские захватчики сбрасывали с воздуха сотни тонн сметроносного груза на мирные города и села. Город опоясали противотанковые рвы, на улицах и площадях появились надолбы и ежи. В подвалах зданий оборудовались бойницы для пулеметов и противотанковых ружей, бомбоубежища, возводились доты и дзоты. В их сооружении участвовали подростки, женщины, старики. Окупация продолжалась 13 дней. Здесь, на исторической земле, и рождались картины кисти Юрия Бучнева. Он не только художник, он мой старший друг. К сожалению, совсем недавно он ушел из жизни, но осталась светлейшая память об этом человеке. Он человек искусства, он не только художник. Что мы здесь можем лицезреть, вот именно в этом музее, это его огромная заслуга, создавал он. Персональная выставка художника открылась в день его рождения, в день 465-летия города Михайлова, в стенах созданного им самим музея. У нас представлены картины Игоря Васильевича и непосредственно художников, которыми он руководил. Потому что, как мы с вами знаем, он является основателем клуба художников. То есть, это его детище. Более ста картин автора хранится в фондах. Когда-то на музей был похож и дом художника. Но теперь практически все работы в музейных и частных коллекциях. Ну, рисовать он начал с детства. Да, картины детские еще были. Учился в Московском художественном институте. И вот сколько мы помним, он всегда рисовал. Память о Юрии Бучневе сильна, потому что в его работах застыла история. Особый народный колорит рязанской земли. Героической и одновременно поэтичной. И количество собравшихся почтить его память – подтверждение тому, что дело художника будет жить. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера и летнего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok